На неколький день яны изменили студии на лес и палаточный городок. Команды у всех регионов приехали на фестиваль поза эфиром, який что год ладит белт или радует компания. Добрый настрой не сдолила сапсовать навод на дворы, якое забеспечило этот уикенд дождем. Усе удельники мкнулись поделиться позитивными эмоциями. Фестиваль вне эфира – это встреча коллег, друзей, старатников, близких людей по духу. Поэтому, конечно же, самые положительные эмоции и самые приятные привкушения. Все у нас получится. Всем удачи! Вперед! Конкурсная программа фестиваля распочалась с проставлений визитной картки и обороны лагера. Команды телерадо-компании «Гомель» – Третий регион. На сцене показала ретроспективу лепших жартов за 10 годов, объединенную с хитами тых часов. А вось свой лагер журналисты пероутворили у сокретный бункер и запросили журы дауделу у экспериментах. Спортивную участку фестивалю склау байдарыш на квест. А вось новинкой гэта халета стал киноконкурс «Золотая шишка». Наша команда проставила ауторское кино. Как прошел обмен. Все прошло в спешке, помешали усмирители. Мок закипел. Почти готов. Вот подкинь палок в огонь. Так дело пойдет куда лучше. Мы пошли, наверное, в такой раздел как артхаус и решили представить новый формат. Это краткометражки. Кто-то представил футуристическое будущее, кто-то представил наше время. Но здесь мы все хотели показать, на что мы способны и как можно увлечь зрителя. Организаторы фестивалю поза эфиром отзначили высокий узровень подрахтовки усих команд. А так само творчий потенциал, який раскрылся у фестивальные дни. Когда мы отмечаем конец сезона телевизионного и радийного, ну так условно говоря, он не совпадает с Новым годом. Новый год – это как раз рассвет сезона, середина сезона. И вот сейчас мы уходим в отпуска. Небольшие там, может быть, меньше месяца. Потом начинается новый сезон. Мы подводим итоги. Нам есть чем гордиться всем. И в Гомеле, и в других областях, и в Минске, и вообще Белтия радиокомпания. Мы свидетельствуем, что мы надежный товарищ и друг наших телезрителей, радиослушателей. По выниках конкурсных с поборниц, а у пероможца и фестивалю стала команда телерадиокомпании «Брест». Александр Лупиненко, Михаил Рабко, телерадиокомпания «Гомель», Минская в область.